ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они сказали мне, чтобы я вышел из машины, покинул территорию. О, уголь дали, да? Пожалуйста, органы, ответьте вообще. Что тут происходит? Здесь 90-е годы, что ли, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, всем привет! Очередная серия, которая проводится не в Алматы. Мы в областном центре, в Туркестане. Сегодня будем работать на должности доставщика угля. С нами наш большой товарищ Марк Диксон, потому что регион нам не знакомый. И нужен был свой человек. Поэтому я надеюсь, ты нам поможешь. Там еще казакша, там все дела, чтобы у нас... Без проблем, добро пожаловать в Туркестан. Почему Туркестан, почему уголь мы работаем с углом в Туркестане? Туркестан имеет самый низкий процент газификации среди областных центров. Сколько? Всего 5 процентов. 95% на угле? Сидят на угле, топят углем. И поэтому, с учетом того, что город стал областным центром, это еще больше вопросов вызывает. Да, и, кстати, помните вот тот самый видосик, где грузовики друг об друга бились, чтобы попасть там на уголь, на базу, еще куда-то? Это было... Где? Именно в Туркестане. Все, едем работать в Туркестан. Посмотрим, что там за история с углем. Погнали. Погнали. Сейчас 6 утра. Посмотрим, как проходят туркестанские будни. Едем до водителя грузовика еще. Посмотрим, какого грузовика. Ну и все, зарабатываем. Поехали. Сложности у нас начались еще в Алматы. Мы никак не могли найти надежный контакт. Как только водители грузовиков слышали про видеосъемку, сразу спрыгивали. Но мы все-таки нашли человека, который согласился. В Туркестане нет проблем с заводом грузовой да легковой техники. Сразу с полтычка покрутил и завелся. Сейчас зима лютая там во многих регионах. А здесь даже трапка есть и все со знаком плюс. У нас греется, прогревается КАМАЗ. Это Устен, который будет сегодня нас... Мы его будем сопровождать по... Куда мы поедем? В Кентау. Поедем в Кентау. Уже с ублем, с грузом. Я вас, господа, перебью. Кентау это не в Туркестане находится. Город Кентау. Отдельный горд. Сколько километров от Туркестана? 30 километров. Мы в Топазе здесь, в Туркестане... Топаз, кстати, это секретное слово. Мы выяснили, что он означает. Топаз это... Товарная база. Да, то база, а не то паз. Мы там грузим сколько угля? 10 километров. Мы десяточку берем, едем в Кентау. Ну и все, весь день будем давать стране угля. Ну все, Устен, машина прогрелась. Готовы, машина. Поехали. Все, давайте, рванули. Короче, тема такая. Марк сказал, что с камерами поосторожнее быть. Аккуратненько. В случае чего тут... Можно и получить по башке. Говорят, что получить по башке, это еще минимум, что можно получить. Начало диалога. Начало диалога. Здравствуйте. Очердь моря, особенно. Очердь, беспредел. Беспредел. А не еще, но беспредел. А, там бежит, я там, например, очередь, бежит. Краска маленькая. А, и поэтому они не помещаются в одни ворота. Закрыли дорогу, заблокировали дорогу, которая ведет из районных центров в сторону города. Получается, по какому порядку мы будем заезжать? Просто я не вижу здесь регулировщика или как попало, кто как успеет. Кто как успеет. Регулировщика нет. Доходило до драки или драки бывают? Да нет, а нахер. Ссориться просто. Ссориться. Но никто драться не будет. Да нет. Ну, мы видим вот ситуацию, ребята. Реально ситуация такая, что мы встали в очередь и просто будем ждать, когда нам получится заехать. На данный момент ворота Топаза закрыты и где-то порядка 20-25 машин ожидают везда, когда откроют ворота. В общем, у нас 5 вагонов сегодня приехало. Ну, тут 5 вагонов стоят. 5 вагонов. Это, получается, 300 тонн. Если в каждом вагоне по 60 тонн. Ты где, Рома, ходишь? Мы, короче, сейчас с оператором туда поехали за поворот, подняли дрон, полетали. И вот эту картину мы увидели. Битва за уголь – это не битва за уголь. Битва за уголь – это как вот у нас в большом городе, когда несколько машин пытаются залезть, когда на красные машины вылазят, не пропускают, пробку создают зато. Искусственную. Да, вот это и есть битва за уголь. Когда все смотрели, было у всех ощущение, что, блин, ну глянь, нету, ё-моё, страна, ну вы чё, блин? Грузовики там как на войне бьются. Нет, бот! Мне кажется, это хаос просто создаётся тем, что нету такого порядка или, так сказать, дисциплины. Ну да, а вот это вот то, что кузовами трутся, мне кажется, они наоборот себя чуть-чуть, это, настроение себе поднимают. И всё, да? Ну, в очереди бывало, чтобы там часа три стояли? Даже больше, ночью даже стояли. Сдали, как кто приедет. Прикольно. Если сдали, как приедет, за очередь, раньше приедетесь? Первый приедет, что они уже с ночи, с ночи, да, машину сюда ставят и всё. Угля всем хватает или? В том году было мало угля. В этом году уголь много, сейчас хватает всем. Всем хватает? А в том году угля не было, не хватало. А по чём вообще сегодня уголь будем покупать? По 13, скажем? В сегодняшней партии по 13 за тонну, да это? Да, сейчас ещё на выси я не подошёл, сейчас подойдём, пойдём узнаем. А продавать по чём будем? По 13 я просто за доставку берём. А, за доставку сколько? 15 тысяч. 15 тысяч. Почему очередь? Потому что угля пришло всего 5 вагонов. И всем сегодня может не хватить. Кому не хватит, тот не заработает и не довезёт уголь. Это работа на инстинкты. Как таковой битвы за уголь тут нет. После въезда на территорию Табас с нами случилась ситуация, о которой нас предупреждали. Но всё же мы не ожидали такой острой реакции на камеры и были вынуждены покинуть территорию базы. Я не овощи ценики, по-моему, мать, ***, мать, мать. Короче, всё. Все, без короче это какой-то просто капец короче они сказали мне чтобы я вышел из машины покинул территорию камеры хотели просто забрать у нас я я просто сам не понял мне марк сказал говорит камеру типа держи я камеру забрал короче они пытались снять камеру на лобовом стекле проверили телефоны все было хорошо на телефоны ничего не все обошлось то что на телефон у нас ничего не было но вообще смысл того зачем это запрещать снимать мы не понимаем но вне это страшно они не стали объяснять они не стали даже объяснять все это но нам позвонил оператор сейчас он стоял за углом он стоит сейчас узнаем что-то давай лучше сядем на вас жду делаю подсъемы параллельно а дрон не трогали нет он нет он никогда не видит назад его убрал подъезжает x5 короче встает мне в лоб чтобы я никуда не выехал короче начинает узнавать то все короче как там что делаешь короче зачем снимаешь для чего все давай этот материал для короче то что снял нем показал так пару кадров чесно короче как грузовики заезжают снаружи все удали не все короче там напряг чувствуется на смысле такой действительно это чувствовалось что накаляется страсти и нас выгнали просто так камеры камера а вот все мы за углом стоим сейчас ждем вас у нас выгнали просто так и все давайте сейчас все все да на возле заправки встретимся давайте к водителю позвонил он что-то все дальше продолжаем снимать наш проект в каких-то вообще экстренных условиях все ноги в руки и а уголь дали да ну хотят да вот и вытюркать только лучше достаю я тоже проборзели да нагли просто надо их хорошо снять вообще чтобы не наглели навсегда что бы чего же они так боялись мы же нет я тоже вообще не понял то же самое говорили то же самое и вы сказали да у вас проблем не возникло проблем у меня угля не хотели да ты я сказал вот они не ваши мне снимают да все я уголь возьму и уеду все старались конечно в конфликт не лезть но мы понять не можем почему все это происходит но есть очередь за углем ну заезжают покупают уголь что тут скрывать платят деньги всем хватило все полные едут все довольны что тут скрывать я понять не могу при этом же у нашего оператора потребовали и даже удалили удалили кадры удалили кадры но мы то знаем мы же скажем теперь мы это не придумали X5 это стопудово есть здесь его все знают тут машин не так много на самом деле и Акимат города Туркестан министерство внутренних дел что за дела еще что за банды пожалуйста органы ответьте вообще что тут происходит почему народ напрягают здесь 90-е годы что ли нет загрузили сколько тонн 12 тонн грубо говоря 12 тонн мы загрузили и едем уже дальше по графику мы отвезем этот уголь в город Кентау для дальнейшей продажи нам удалось получить некоторое объяснение случившемуся человек понятное дело не захотел раскрывать свою личность и его голос изменен это только его мнение но оно довольно интересное у нас как говорится нет у нас в Казахстан это очень 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 и это вы вы Мы до 9-10 тонн, а до 9-10 тонн. Мы до 9-10 тонн. Там еще в России 4-5 тонн. И после этого рака вылаждаются. Ты умирешь? Из Караганы, от куда отправляются? Из гибастузы отправлено 70. Вагонов. Когда они проезжают с Шеола, населенные пункты, то там выкидывают, залазят на вагон и... Воруют. В таком случае доезжают 65 только до Туркестана доедут И 65 тонн они продают как 70 Поэтому и на весах они должны прикручивать А все из-за того, что кто-то скидывает и нет контроля, когда идет логистика Это прикольно Когда Акимат говорит им, продавайте по 13 тонн, Топаз не может свои деньги вытащить по 13 за 70 тонн Но есть такой момент, допустим, если ты в этот раз мозги заплатил за 65 В следующий раз ты не будешь вообще покупать То есть они не пришлют, короче Тебе пришли, а пиццу не будут теперь привозить, да? Не хочешь, другого найдем Понятно Это... Это... Пицца только у него, да? Один производительный пицца будет Дальше мы уже поедем на точку, где будем разгружать... разгружать уголь и... Заберем свои деньги за доставку Значит так, мы приехали в город Кентал, где находится наш заказчик Мы сейчас... Давай еще раз Значит мы приехали в город Кентал, уже клиент приехал Сейчас разгрузимся и по домам поедем Кстати, сейчас идет важный момент, да? Обсуждают цену Можете показать... Давайте еще посмотрим Давай Давай лучше сюда Он уходит, избегает Нуртау Когда вот разгружается Он разгружается Его сгружается, да Когда газель подъезжает Сгружаемая Нагружаемая этим Он сгружает ее И все И бесплатное телевидение Показалось, что вот мы солярой сильно надышались Оказалось, что у нас просто там паяльная лампа в салоне упала И бензин, да Бензин, да Бензин получается весь вылился и она пропиталась Поэтому почему-то вот как-то улыбка не сходит до тех пор По-моему порог мы немного взяли, поэтому и водитель веселый такой Да Давай вон там Я кладу, я кладу, я кладу, я кладу, я кладу Болдмад прям в очередях Да Все 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 Зелок уже будет Доставлять по кенталу уже местным людям Но у нее там своя цена, да? Да Теперь она же оттуда пришел Это уже не наш уголь, поэтому это уже не наше дело Как вы различаете, что вот это хороший уголь или нет? Видишь, хороший шубаркульский А что вы, как вы понимаете? Что она? Блеск Блестит? Блестит Марк, что там? Камазяка 88 год Вот 210 лошадок Взял он, сказал, усен его за 2 ляма За 2 ляма он уже в таком же состоянии, то есть, ничего не делал, за 2 ляма, в принципе, то есть, состояние рабочее, ездить можно, работать можно В чем смысл, да? Зелок Он возьмет там 6-7 тонн Но расход у него 40 литров Этот возьмет 12 тонн Но расход у него 40 литров Поэтому Поэтому Камаз Все Вообще 460 5 лать Угу Вот 89-й, за 2 1 миллион За 2 и 3, за 2 и 7 И вот они пошли, смотри Вот От 800 тысяч Такой же Камаз начинается Можно купить свой Камаз за ляма? Получается, если За рейс по 10 000 1 лям Tin Средний день Это 20 дней, если поработать 200 000 Получается Уже За полгода он может Да, если нормально работать, если там нигде не стукнешься, КАМАЗ не будет стоять на ремонте, то полгода, ну скажи, короче, до года, если ты нормально работаешь, до года такую технику окупаешь. Первый же год он уже окупится, да, полностью. Запчасти на КАМАЗы дешевле, чем на ЗИЛК, я так понимаю, потому что ЗИЛКи уже помаленьку все-таки отходят. А КАМАЗы до сих пор есть на разборах и манобых. И, соответственно, самому проще чинить. Вот здесь вот в области очень мало иностранной техники. В основном, что встречается из иностранного, это китайцы. Это хоба, это хоба. Да, это хобики. Но эти чинить проще. Вот и все, Роман. Мы закрываем на этом серию Туркестана. Тему доставки по углю. 12 тонн, 1 центнер привезли. Много нового узнали. Подчеркнуть можно то, что это... Ну, нужно еще учесть то, что мы столкнулись с тем, чего не ожидали. Но при этом мы раскрыли, можно сказать, этот миф, да, вот видео этого, где грузовики все бились. Не было никакой битвы за уголь. Это просто простая дисциплина в очередь. Да, это даже элементарно. Это просто правило дорожного движения, чтобы не создавать... Этика. Этика, да. Чтобы не создавать затор, нужно просто по порядку заезжать. По-человечески. А, кстати, по деньгам Усен сказал, что нормально, когда работается, когда есть сезон, когда есть пахота, когда есть работа. До 200 штук. И там плюс-минус, по-моему, треть, чуть больше может уходить на соляру и на амортизацию. Это небольшие деньги. Итого доставщик кугля может зарабатывать от 100 до 180 тысяч лень. И тут как бы особо, да, без вариантов. Вот она есть, вот такая работа. Не хочешь, не работает. Все, увидимся. Подписывайтесь на канал. Мы уже начинаем тут не только зарабатывать, но и копать глубже. Поэтому в комментариях пишите. Кстати, вы написали, приезжайте в Туркестан? Мы приехали. Мы раскроем все ваши секреты. Брат, спасибо.